Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В чем фишка? Тут шесть коробочек одинаковых. Если вы покупаете такой вот сет, то вам достаются все шесть разных миниатюр, которые имеются. А если вы покупаете одну коробочку, просто она тоже по отдельности продается, то вы не знаете, какая внутри. То есть там типа рандом такой. Gotta catch them all. Соберем их всех от покемонов. Но вот покупка такого дисплея вам гарантирует, что вы все шесть миниатюр уникальных получите. Шесть плагмаринов в данном случае. Плюс еще есть у них набор с красками. Для Японии тоже продавался. Там у них колдун, по-моему, лимитный волшебник Нургла, космодесантник. Но вот для мирового рынка нету такого парня. Давайте тихонечко ее вскроем пока. Стоит такая штука сейчас за шесть миниатюр. Без скидки четыре двести, по-моему, получается. Вот именно вот такая коробочка со скидкой. Если брать, если есть какие-то там у вас купоны, там баллы, то получается где-то три с половиной тысячи. То есть за шесть миниатюр. Ну, по там условными какими-то даже шестьсот пятьдесят рублей там за миниатюру получается. Пятьсот восемьдесят, там шестьсот пятьдесят, там до семисот рублей за миниатюр. Вот такая вот коробочка. Внутри одна миниатюр. Очень аккуратненько, красивенько. Все коробочки, кстати, одинаковые. И вот вам говорят, что кого-то вы можете получить из этой коробки. Кого-то вы можете получить из этой коробки. Но вот видите, они все одинаковые. Типа там в одной коробке неизвестно, кто лежит. Вот так вот это выглядит. И картиночка красивая. Это, видимо, вот так вот ставится как-то и вы наслаждаетесь. Space Marine Heroes. Коллекционируй. Собери. To collect. Шесть. Серия номер три. Ну, в общем, вот такая вот история. Но нам достанется, поскольку мы весь дисплей купили, все шесть разных чувачков. Ну и давайте буду скрывать тогда по очереди. И будем смотреть на то, что там внутри. То есть такой будет у вас не короткий анбокс. Но, тем не менее. Чтобы никто не подглянул, если вдруг вы хотите свето в рандому, то все запечатано. Видите, можно проверить. Ну и чтобы открыть, нужно печать срезать. Там литник в зеленом модном цвете. Литник с космонесантником. Вот такой. Инструкция и больше ничего. Все, коробки больше показывать не буду. Буду только уже литнички доставать. И все. Ну вот у нас инструкция. Гурк the fool. Его зовут. Ну я так понимаю, что нет. На самом деле тут всех. Инструкция, чтобы не печатать отдельные карточки. Холерус. Глотикус. Сразу на всех. Ребят. Морслаг. Скебот. И плаг чемпион Гангрус. Вот эти вот шесть. И инструкции к ним тоже, собственно говоря, имеются. Давайте я так сейчас покажу сразу. Чтобы опять же к этому потом не возвращаться. И уже смотреть. Только литники. Причем, видите, есть две вариации. В шлеме. И без шлема можно собрать. Причем это. Каждая миниатюра так собирается. То есть, если вы собираете вдруг в шлемах, то головы без шлемов пойдут вам в битсы. В набор. И у каждого. У каждого есть собственный нурглик. Уникальный. Которого можно посадить на подставку. Можно не сажать на подставку. Ну это, кстати, очень прикольный тоже ход. Знаменосец. С таким стягом. И щупальцем. Вот видите, только голова. И да, вот у него нурлик пиявка такой. Ну сейчас поближе посмотрим уже на миниатюрах. Это так. Инструкции очень простые. Это все easy to build. То есть, собирается без клея. По факту. Просто коллекционные модели, которые разбавят ваш отряд плагмаринов. Можно чемпиона опять же использовать. Вот плаг чемпион. Да, там использовать его в такой вот вариации. В плаще. Он очень модный. Тоже либо со шлемом, либо с непокрытой головой. Ну и тут вы себе типа такой отмечаете. А вот этого нашел. Этого нашел. Собери все шесть. Вот видите, даже на русском написано. С ума сойти. Как же нам повезло. Как же нам повезло. Ну и давайте уже тогда перейдем к литничкам. Это же самое интересное. Это же самое интересное. Ну вот как-то я даже не знаю. Не буду уже там называть. Кого-то я нашел. Кого-то я нашел. От Games Workshop Limit. 2019 год. Такой вот товарищ в МК-3. База у них у всех. Оформленные уже. Красивенькие. Гранат-то у него. Тут гранат накидано. Самого граната в руке. Ну что. Плагмарин. Плагмарин в уникальной позе. Тоже видите сам в гранатах весь. В уникальной позе. Интересная тоже. Сборка из двух половинок. Швы конечно будут. Надо будет скорее всего заделывать при сборке. Обязательно убирайте. Будете собирать. Не собирайте. Изи-то билд. Я еще раз посоветую. Вот эти вот штыри срезайте. Чтобы у вас плотно половинки сошлись. Лучше проклеивать. Не используйте изи-то билдовые штырьки. Чтобы собирать эту миниатюру. Очень-очень плохо может получиться. Ну блин. Даже болтер у него. Видите. Из двух половинок. Интересная такая конструкция. Ну и прикольный нурглик. Поближе. О. Тоже с гранатами. Это он видимо гранаты все таскает. Вот такой вот можно в коллекцию нургликов себе добавить. Нургликов буду близко показывать. Чтобы было интересно. Я же понимаю, что все здесь ради маленьких лордов. Никому в общем-то не нужны эти плагмарины. Шучу. Дальше едем. Следующая коробочка. Литник. И тут тоже самое все. Даже не буду смотреть. Теперь тут у нас следующий парень. С флейлом. Тоже подставка. Кусок флейла. Оторван. Видимо. А вот это такое нормальный. У него в руках нож. Очень кстати прикольный плаг-найф. Блин. Реально сделан круто. На пояс ему вешается. Я бы такими вооружил бы даже этих самых плагов. Двуруч у него. Двуручное оружие. Тоже старая броня. И у него нурлик. Вот такой вот. Эээ. Эээ. И две головы. Тоже одна вот видите. С разорванным ртом. Другая со шлемом. Здорово. Мне нравятся. Хорошие миниатюры. Ну как бы еще. Качество. ГВ пластик. ГВ все нормально здесь. Все круто. Красиво. В общем даже если обратить внимание. Тут настолько easy to build. Что видите даже на маленьких таких подводах. Они сделаны. Что бы вам почти не нужно было срезать. Вот эти вот. Питатели. Тут вот все видно. Это вот еще со старых наборов пошло. Что бы на таких маленьких. Видите питателях. То есть конечно ножом надо почищать. Но намного. Намного меньше. Чем если бы вы выкусывали. А на самом деле сделано для того. Чтобы просто вы могли сразу там. Типа без ножа даже срезать. Собрать его и поставить. Потом будете чистить. А пока у вас сразу фигурка есть. Зачем-то. Едем дальше. Красивая коллекционная штука на полочку. Коробку в сторону. И вот следующий братан. У нас. Вот такой вот. У него часть ноги на подставке. Ничего такого. Это вот носок. Так. Кто у нас. Какой-то вот нурлик у него на роге сидит. Такой. С рукой щупальцем тоже. Ой. Ну совсем дохлый. У него два нурлика. Видите. Один сидит на броне. Судя по всему. А второй у него. Вот. С черепом под мышкой. Парень с черепом под мышкой. Вот такой вот нурлик тоже. У него два. И шлем. Очень здорово, что сделали и с покрытой головой, и с непокрытой. Потому что у вас банально останутся точно какие-то головы. И вы сможете для конверсий. Да просто разнообразить даже обычную тактичку. Обычный отряд плагмаринов. Это будет очень здорово. То есть можно будет даже сделать каких-то совсем уникальных ребят. Хороший. Хороший подход. Едем дальше. Пока все разные. Ну, так и должно быть на самом деле. Это, как говорится, положено так. Положено, чтобы были все разные модели. Следующий. Следующий. Это с тяжелым оружием у нас. Единственный там чувак с блевометом. Почему-то здесь 2018. Слепили на год раньше. Тот был 2019, по-моему. Ладно. Чувак с блевометом. Они все в стиле. В стиле стандартных плагмаринов, которых очень много выпускали. Был в Дарк Империуме свой набор. Потом были отдельно три Джона Блан Шепарда. Плагмарина. Мне вот не очень нравится только, что ноги в подставку монтированы. То есть какие-то конверсии совсем будет сложно делать. Ну, я думаю, что все коллекционеры будут собирать это именно так, как он есть. Чтобы у вас была именно коллекция вот таких чуваков. Тут слюнявый новолик. Слюнявый. Вот он блевомет, и он как бы еще и, видимо, топливо ему подбрасывает из пасти. Голова. Голова в шлеме. Голова без шлема. Очень красивые миниатюры. Ну, для плагмаринов это вообще просто раздолье. На самом деле, столько плагмаринов сделано. Реально, разных. То есть у вас может быть в армии, наверное, ни одного повторяющегося штук на 30. Особенно вот с этим набором не будет ни одного повторяющегося плагмарина. Точно, спокойно можно тридцатку собрать. А если у вас еще будет набор базовый, там тоже собирайте как хотите. И вообще не парьтесь. Это знаменосец. Вот такое вот у него знамя. Тоже. Там, видите, Нурглик сидит. Голову просунул в знамя. Ну, это очень круто. Это очень круто. Видите, чумная такая вот кадильница. Это череп плагбирера. И застрявший Нурглик. То есть, ну, это реально. Ну, я не знаю. Вот это прикольно. То есть, такие вот мелкие вещички. Но они очень антуражно смотрятся. И это просто здорово. Когда вы смотрите, у вас в армии, ну, даже такие вот модельки сделаны. Очень-очень интересные. Ну, какой-то у него хобот. Это плагмарин в маске с хоботом. Тоже какие-то штуки растут из него. Кости. Ну, он стандартный плагмарин, конечно. Отличный тоже плагнайв. Нурглик у него на знамя. А здесь у него пиявочка. Он дружит с такой вот пиявкой. Ну, и шлем. Шлем с одним рогом. Забавно. Какие-то щупальцы тоже из него торчат. Ну, вот мне, конечно, знамя меня порадовало. На картинке даже не очень было понятно, когда я арты смотрел. Но тут, конечно, смотришь сразу здоровски. Хороший набор. Что тут говорить. И шестой там у нас чемпион как раз на закуску. Так вот повезло мне, что самый крутой парень, чемпион, остался на закуску. Вот он. Немножечек, конечно. Плащик. Какие-то шланги тоже. Нурглики, маленькие лорды имеются. Во-первых, у него, видите, тоже на ранце сидит такой. Угу, какой мерзкий. И вот. Который из себя стреляет червями. То есть, нурглик, стреляющий из себя червями. У него что-то вроде осолдки червивой. Вот он так зачервился, что может теперь с живота стрелять червями. Ну и стандартная пасть. Очень крутой. Плак-сворд у него. Как у плак-бирера. Пасть такая, да. Трубы. И плазмопистолет. Очень крутой наплечник такой. Эээ, недовольная харя. Это будет сержант, недовольная харя. Эээ. Почему ты меня последним достал? Ну, а тут смешная голова. Шлем, кстати, ну такой у него поскучнее. Голова такая поинтереснее даже, наверное. Ну, здоровски. Не знаю. Вот это, конечно, очень прикольная тоже моделька. И с нурглики. Подставки оформлены уже. Все очень-очень грамотно и красиво. Не знаю. Я, честно говоря, от таких наборов испытываю массу удовольствия. Именно что купил, пособирал разные моделечки. Если даже в армии не собираете, просто вам нравятся крутые модельки на полке. Можете парочку купить. Рандомно. Испытать удачу. А можно, в принципе, и, наверное, даже всю коробку купить. Если вам какие-то не нужны, вы, я думаю, легко их продадите. В принципе. А так, вот такие вот шесть миниатюр у нас здесь. Получается, если будете со скидкой покупать, где-то 3,5 тысячи вам набор обойдется. Посмотрите, кто там сейчас у нас торгует в интернетах. Какие магазины привезли этих ребят. Ну, а так выглядит, конечно, зачетно, я считаю. Вот это третья, наверное, серия. Плагмарина. Она самая крутая. Ультрамаринов там было много. И это были обычные космодесантники. Потом вышли привариться. И все такие, ну куда? Да. Влады мне, честно говоря, мы делали анбокс. Точно. По-моему, даже есть у нас на канале. Не, я не в большом восторге от них. Терминаторы хуже, чем в Спейс Халке были. Но вот это вот самые реально прикольные модели. Не знаю, можно было бы и 10 спокойно сделать. Ну и сделали шесть. И типа седьмой бонусный, потому что семь число нургла. Я примерно так, наверное, такую мотивацию могу предположить. Ну, я считаю, что набор удался. Я с нетерпением жду по Спейс Марин Хироуз. Хотя, какие тут вот это? Хаос Спейс Марин Хироуз. Ну, четвертую серию. Не знаю, кого впихнут. Может, будет Черный Легион. Было бы здорово, кстати. Может, конечно, Примарисов туда уже отправят. Будет там Примарисы какие-нибудь здоровские тоже. Набор лейтенантов. Но пока вот я вам показал все, что тут есть. Надеюсь, вам было хотя бы немножко интересно. Если вы уже купили такой набор, тоже напишите впечатления свои. Для коллекционеров, особенно если вы Гвардию Смерти собираете, вам точно он на полочку нужен. Это вот мастхевная покупка для коллекции. Для игроков, ну, если вы за крутую, красивую армию разбавите стандартных, почему нет? Хотя разнообразие в стандартных Плагмаринах огромное. Поэтому вы, в общем-то, решение свое можете принять, исходя из нашего анбоксинга. Не знаю, уж вернутся они как-то у нас глобально на канал. Но если что-то интересное вот такое будет, то точно покажу. С вами был Тайлер. У меня его руки. И увидимся в новых каких-нибудь выпусках. Не забывайте, внизу все ссылочки у нас есть на всякие ресурсы наши. Вы там можете следить за нами. И всего вам хорошего. Пока-пока.